На футбольном небосклоне полно звезд, которые сделали себя сами или пробились наверх, несмотря на все преграды. Но есть и море обратных примеров, когда спортсмены с невероятным талантом попросту закапывали его глубоко в землю. Вы наверняка не раз читали подобные истории про Пата, Боэна, Андерсона, Робинию и Куарежму. А мы предлагаем вспомнить свежие примеры. Последний из них — Хамис Родригес, недавно променявший АПЛ на чемпионат Катара. Ну а перед тем, как продолжить, традиционный интерактив. Друзья, какой клуб был первым в европейской карьере Хамиса? Три варианта — Порту, Монако или Бенфика? Хамис Родригес Его звезда зажглась на чемпионате мира 2014, на котором он влюбил в себя весь футбольный мир. Тонкий игровой интеллект, мягкая техника и волшебная левая нога. Перформанс полузащитника оценил весь футбольный мир. После невероятного гола в ворота сборной Уругвая стало понятно. Перед нами игрок с большой буквы. Флорентино Переса не смутил огромный ценник, который Монако выставил за свою звездочку. И скоро Реал перевел на счет французского клуба 75 миллионов евро. Так 23-летний Хамис приехал в Мадрид, как третий и самый дорогой игрок в истории. Но мечты стать кумиром Сантьяго Барнабео довольно скоро испарились. Поначалу Родригес играл регулярно, достаточно забивал и отдавал. Но на ведущие роли не выходил. А с приходом на тренерский мостик Зенит Диназидана все чаще оказывался на скамейке. Француз предпочитал выпускать более скоростного и агрессивного Лукаса Васкеса. Не помогла и аренда в Баварию. Хамис с каждым годом терял свою популярность. А вспышки гениальности происходили все реже. Осенью 20-го года Реал отпустил колумбийца в Эвертон свободным агентом. А еще через год спортсмен уехал в катарский Али Роян. Родригесу недавно исполнилось 30, но его футбольная карьера клонится к закату. Раскрыть свой огромный потенциал на дистанции ему так и не удалось. Артем Милевский Если Хамис находится на пути к завершению карьеры, то бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский недавно объявил, что официально вешает бутсы на гвоздь. Про карьеру Миле можем снимать целый фильм с посылом, как закопать огромный талант, но жить в кайф. Характер Артема проявился еще в 2006-м, когда ему был всего 21 год. Тогда, перед серией финальти в плей-офф чемпионата мира, старшие говорили ему, не исполняя удар Паненкой. Такой трюк форвард показал незадолго до этого на молодежном чемпионате Европы. Что сделал Милевский? Ну, конечно, пробил Паненкой. К сожалению, Тема так и не заиграл на уровне выше киевского «Динамо». Зато регулярно влипал в разные истории. Тусовался с другом Алиевым перед матчами и приезжал на базу с перегаром. Приходил на презентацию тренера в халате. Разбивал свой «Феррари» в Турции. Был отчислен из хорватского «Хайдука» за пьяную езду. А позже рассказывал, как охмурил Тину Канделаки. Судя по всему, Милевский ни о чем не жалеет. Да, свой талант загубил. Зато наверняка получил максимум удовольствия от жизни за пределами футбольного поля. Не нам его судить. Самир Насри Очередной талантливый бунтарь, недавно объявивший о завершении карьеры. Самир вырос в бедном районе Марселя в семье алжирских мигрантов. Уже в 17 лет он дебютировал за главную команду города, а в 21 оказался в Арсенале. После нескольких ярких сезонов Насри перешел в Ман-Сити. Но этот трансфер так и остался пиком его футбольной карьеры. У Самира был очень непростой характер. Он провоцировал журналистов жестами в ответ на экстасии, по его словам, расстраивавших маму игрока. Материл партнеров и открыто посылал в раздевалки всех, кто упрекал его за эгоистичную игру. Светился на видео с наркотиками. Был на год отлучен от футбола из-за приема допинга. Насри мог стать великим игроком. Но тяжелый характер и последствия трудного детства перевесили огромный талант. Каждый год в АПЛ выделяют минимум одного игрока, который не оправдал ожиданий. Но случай с ПП уникальный. Летом 19-го года Арсенал заплатил за него Лилю 80 миллионов евро, оформив крупнейший трансфер в своей истории. Тогда Николя забил 23 гола и сделал 12 ассистов в Лиге 1 за Лиль. Но между тем казалось, что канониры переплатили. Сейчас об этом можем говорить с уверенностью. Его ариец до сих пор не закрепился в стартовом составе. А его трансферная стоимость обвалилась до 35 миллионов. В Арсенале тоже признали ошибку. В 2020-м клуб провел расследование обстоятельств трансфера, по итогам которого были уволены 55 сотрудников клуба. В том числе целый ряд ключевых скаутов. О настоящем уровне ПП говорить сложно. Да, он обладает талантом, но в АПЛ ему мешают раскрыться высокая интенсивность лиги и отсутствие четкой системы в команде, которая не первый год находится в зоне турбулентности. Но можем сказать наверняка, пока трансфер ПП – самый провальный в истории Арсенала. Кепа Ари Сабалага Похожая история произошла с этим спортсменом. Справедливости ради скажем, Челси оказался заложником сложившейся ситуации. Под самый конец летнего трансферного окна 2018 Тибо Куртуа вынудил лондонский клуб продать себя в Реал. Челси ничего не оставалось, кроме как в срочном порядке искать замену. Вариантов было не так много. И синие сделали выбор в пользу молодого вратаря из Атлетика. Баски запросили умопомрачительную сумму в 80 миллионов евро. И Челси был вынужден ее выплатить, чтобы не остаться с одним ветераном Вилли Кабальера в качестве первого номера. Забавно, что в итоге так и вышло. Кепа с первых же матчей стал много ошибаться. И в итоге проиграл конкуренцию 38-летнему ветерану. Усугубил ситуацию Димар Швратаря в Кубке Лиги, когда он отказался уходить на замену перед серией пенальти. Сари тогда чуть с ума не сошел от ярости. Недавно Кепа немного реабилитировался. Затащил в серии пенальти в Суперкубке УИФа. Правда, испанец так и остался сидеть за спиной пришедшего Эдуара Минзи. И вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Карим Бензима продолжает зажигать в реале. После ухода Роналду, став главной звездой в атаке королевского клуба. А ведь в теории уже два года как заменить его в основе должен был один сербский вундеркинд. В сезоне 18-19 Лука Йович наколотил 27 голов за Айнтрахт в Бундеслиге и Лиге Европы, чем привлек к себе внимание скаутов со всей Европы. В мадридском реале особенно впечатлились талантами форварда и заплатили за него 63 миллиона евро. Но вместо нового бомбардира Реал получил избалованного мальчика, который почувствовал себя звездой. На поле у Йовича не клеилось совсем. Он редко играл, забивал еще реже. По сей день продолжает быть глубоким резервистом. Зато скандалы сопровождают молодого серба повсюду. На родине его не любят за высокомерное поведение в составе национальной команды. И то, что он бросил жену с ребенком ради известной модели, охотницы за футболистами. А у правоохранительных органов Сербии тоже были вопросы к Луке. Ему светил реальный срок за нарушение правил карантина в разгар пандемии. В общем, сейчас в Реале наверняка мечтают о том, чтобы поскорее продать Йовича и отбить хотя бы небольшую часть заплаченной за него суммы. Бенджамин Минди Этот трансфер можем назвать одним из самых провальных в истории Манчестера Сити. Даже с Робинью все было не так ужасно. Летом 2017-го горожане заплатили за Бенджамена Монако 57,5 миллионов евро. Тогда сделка казалась перспективной. Минди зажигал на своем фланге за счет сочетания силы, скорости и выносливости. Плюс был важной частью того самого Монако, пошумевшего в Лиге чемпионов, и отобравшего чемпионство у Париса Джермен. Но в Манчестере у француза все быстро пошло наперекосяк. Уже спустя пять матчей после дебюта он порвал крестообразные связки и выбыл на полгода. И с тех пор так и не набрал обороты, проиграв конкуренцию Зинченко и Канцелу. Зато Бенджамен заработал себе большие неприятности. Недавно французу предъявили обвинение по четырем эпизодам изнасилования и одному пункту обвинения в сексуальном насилии. Обвинения касаются трех человек старше 16 лет. Инциденты предположительно произошли в период с октября 2020 года по август 2021. Сейчас спортсмен находится под следствием и ему светит реальный срок. Сити уже удалил из клубного магазина все товары с упоминанием фамилии Минзи. Бесславное завершение карьеры. Дамы и господа, совсем недавно у нас на канале вышел ролик, который мы посвятили футболистам, загремевшим за решетку. Помимо Минзи вы увидите множество интересных персонажей и узнаете их тюремные истории. Посмотрите. Хавьер Пасторе Этого аргентинца 10 лет назад сравнивали с легендарным Рикельми и строили гипотезы, как их связка смеси вернет Альбиселеста былое величие. Пасторе действительно блистал в свои первые сезоны в Европе. Хавьер тащил скромный Палермо в Еврокубке и восхищал всех своим пониманием игры и техникой работы с мячом. Высокий рост и худощавое телосложение не мешали ему показывать на поле удивительные вещи. Вскоре Пасторе стал первой жирной покупкой пришедших в Парисен-Жерман шейхов. За Хавьера отдали 42 миллиона евро и выделили центральное место в новом парижском проекте. Но ожидания не оправдались. Аргентинец выдал один яркий сезон, но затем ушел в тени Брагимовича и вскоре обнаружил себя на скамейке запасных. Сейчас Пасторе 32 года. За спиной несколько лет в ПСЖ и неудачная попытка реанимировать карьеру в Роме. Последний шанс показать себя в Европе. Зажечь Вальчи, куда он перешел свободным агентом. Правда сейчас от недавнего кумира уже никто ничего не ждет. В одно время спортсмен считался полноценным конкурентом Ромелу Лукаку за место в основе сборной Бельгии. Миши в 21 год оказался в Марселе, а в 23 переехал в Челсе после классного сезона с кучей забитых мячей. Но в Лондоне бельгиец так и не стал своим. Поочередно проиграл конкуренцию Диего Костя, Альваро Марати и Тэмми Абрахаму. Ни одному тренеру Челсе за все это время он так и не пригодился. Зато помотался по арендам и набрался опыта игры в Бундеслиге и Ла Лиге. А запомнился разве что комичным эпизодом на чемпионате мира 18, когда зарядил мячом себе же в лицо рикошетом от штанги. Сейчас Миши занесло в Бешикташ, где он уже начал забивать галы. Ну а в Лондоне его уже не ждут. Так что можем смело говорить о том, что Челсе попросту просадил 39 миллионов евро на футболиста, который ничего не принес. Спортсмену еще нет и 30, но он уже давно находится за пределами внимания широкой публики. В далеком прошлом остался его скандальный переход в Баварию и победный гол в финале чемпионата мира 2014. Сейчас Марио — рядовой игрок голландского ПСВ. На старте карьеры от Гетца требовали как с игрока топ-класса, и он не справился с давлением. «Я усердно тренировался из-за возложенных ожиданий, но мне было очень больно. Не понимал, что происходит. Я так устал, мое тело ломалось. В конце концов, у меня диагностировали нарушение обмена веществ». Многие были уверены, это конец карьеры, рассказывал Гетца в свои 25. Марио слишком рано получил все и не мог справиться со свалившимся на него величием. Лучше всего его карьеру описал защитник Боруссии Марсель Шмельцер, на глазах которого мгновенно зажглась и постепенно угасала звезда Гетца. Может быть, по окончании карьеры он скажет, что лучше бы не забивал тот мяч в финале, а сделал голевую передачу кому-то другому. Друзья, на тему перехода Марио в Баварию мы порассуждали в одном из прошлых видео, где рассказывали про футбольных предателей. Там же поговорили о Ливандовском, Хумельсе и многих других. Обязательно посмотрите. Усман Димбеле Футболист должен был стать прямой заменой уехавшего в Парис-Ан-Жермен Неймара. Но прошло 4 года с момента его трансфера, а перед нами все тот же инфантильный, подверженный травмам подросток. Вопросы по характеру Димбеле стали появляться еще во время его трансфера из Баруси, когда он просто покинул Дортмунд, ни с кем не попрощавшись и не отвечая на сообщения от представителей клуба, но и оставил дикий беспорядок в своем съемном доме в Дортмунде, за что получил от хозяина штраф в 10 тысяч евро. В Испании Димбеле регулярно опаздывал на тренировки и установки. Легко отстегивал сотни тысяч евро на штрафы. И продолжал до глубокой ночи играть в приставку с друзьями, поедая фастфуд. По слухам, после очередного опоздания на установку, Месси и Суарес были настолько раздражены, что уговорили тренера оставить Димбеле на лавке. Все без толку. Усман как будто не понимал, что делает не так. Для Димбеле врачи Барса разработали специальную диету, чтобы он набрал мышечную массу. То же самое делали для Неймара. Но в отличие от бразильца, Усман вообще ее не соблюдал. Ел фастфуд, мало спал и в итоге часто досрочно заканчивал занятия из-за болей в желудке. Чтобы установить за Димбеле контроль, Барса наняла для него персонального повара. Что сделал Усман? Тут же его уволил. Неудивительно, что с таким подходом француз так и не может раскрыть свой потенциал, хотя находится в идеальном для этого возрасте. Ну а к скаутской службе Барселоны возникают вопросы. Как можно было заплатить 135 миллионов евро за футболиста, при этом не изучив его особенностей? Друзья, а кто больше всех разочаровал вас, имея огромный талант? Черкните об этом в комментариях. Нам любопытно. Субтитры сделал DimaTorzok